Друзья мои, добрый день! Я вас приветствую на своем канале. Меня зовут Анастасия Лосева и это мой канал. Еда для настроения и не только. Сегодня у меня пришла такая идея. Дело в том, что скоро мы уже как все дачники начнем наш посевной сезон. Так вот, я хотела вам рассказать и сделать в одном ролике историю о том, как я выращивала кабачки в этом году. У меня было всего три растения и я хочу сказать, что я огромная экспериментаторша. Я очень люблю делать различные эксперименты и в принципе каждый год я провожу какой-то эксперимент. Посмотрите, пожалуйста, вот до сих пор у меня сегодня уже начало декабря, 4 декабря, вот такие кабачки у меня лежат до сих пор просто потому, что мы не успели за лето съесть все кабачки. Пришлось вот эти вот давать им дозревать. Я вообще летом такие кабачки не довожу до такого состояния. Мы едим их в молочном состоянии. Просто их было так много, хотя всего лишь три растения у меня было. И посадила я их, вы не представляете, очень рано, в марте месяце посеяла. А как я это делала, я вам сейчас об этом расскажу. В одном ролике я собрала все свои, так скажем, находки, как я это делала, как у меня все это получалось. И еще раз хочу сказать, что у меня лишь всего три растения в этом году, которые я посеяла в марте. И они у меня до конца октября давали урожай на моих грядках. Кстати, по поводу грядок, как они у меня сделаны, у меня тоже есть ролик. И скоро я подготовлю еще один видеофильм о том, как мы строили наши грядки. А пока можете посмотреть ролик о том, что представляет из себя мой огород. Вот здесь оставлю ссылочку. Итак, мой эксперимент 21 года, как я выращивала кабачки. Смотрим. Еще хочу показать ящики, которые я сегодня заготовила. Я уже говорила, что на грядках у меня лежала трава. Вот она, в принципе, вот так и выглядит. Я беру обычный ящик из-под фруктов, который можно взять в магазинах. Вот так набиваю его старой вот этой травой и делаю углубление. То есть делаю такое гнездышко. Зачем это делается? Потом я сюда насыпаю. И мне понадобится буквально небольшой слой земли. И буду сажать кабачки на ранний урожай. Они у меня уже посеяны и проклюнулись. Вот у меня три ящика. Будет три кабачка. Потом, когда кабачки уже вырастут, их прямо в грядку можно сажать в этом ящике, так как здесь отверстие. И корешки хорошо через них пройдут. А эта трава перегниет и будет дополнительным питанием. То есть вы выкапываете по размеру этого ящика землю в грядке. Ставите его туда. Немножко подкапываете. И вот у вас уже в мае месяце большой подрощенный куст кабачка. Или в июне. Ну как пройдут холода. Вот три ящика у меня готова. Сажаем кабачки на ранний урожай. Берем ящик пластиковый. Набиваем его остатками прошлогодней травы, мульчи или соломы. Дальше засыпаем немного грунта. Вот наша рассада кабачка. У него уже даже набухают плодовые почечки. Сейчас засыпаем его грунтом, заглубляя до семидольных листочков. И поливаем. Вот так мы заглубили. Сверху мульчируем вот этой соломой, чтобы влага сильно не испарялась. Вот так выглядят кабачки, которые были посажены на ранний урожай, в теплицу. Вот в такие ящики из-под овощей. Я рассказывала об этом в своем небольшом ролике. Ссылку обязательно оставлю. Посмотрите, своими листьями они уже почти полностью заняли пространство. Ну еще тоже недели две они у меня будут расти в этих ящиках. Мне хватает им питания и места. И затем я вот эти ящики прикопаю в грядку для того, чтобы они могли расти дальше. Посмотрите, у них уже завязываются, появляются бутончики. Вот второй кабачок. У этого листья еще больше. И тоже появляются уже бутончики. Вот кабачок, который я сажала на ранний урожай в ящике. Теперь такой совет. Когда будете готовы пересаживать его в грунт, не поливайте, чтобы вам не было тяжело поднимать этот ящик. Вот уши немного у него листочки подвяли, потому что я его перед этим не поливала, чтобы ящик был менее тяжелый. Итак, делаю, посмотрите, вот такую ямку. Ставлю в уровень с землей ящик. И сейчас прям вот таким образом я подгребаю землю и засыпаю кабачок вместе с ящиком. Сегодня 23 мая. Я высаживаю в грунт вот такие цветущие кустики кабачка. Вот цветочек с кабачком. Это женская завязь. Ее я оставлю. Мужские все цветы, которые просто без завязи, я сегодня по обрываю. Хочу вам показать и порекомендовать вам, что сейчас нужно сделать с кабачками. Вот недавно я вам показывала обзор своей грядки с кабачками, где было видно, что вот здесь вот все было заросшее листвой кабачков. Вот так вот корзина для урожая стоит, клумба. Сейчас на ней очень большая вероятность того, что может появиться мучнистая роса, потому что ночи становятся холоднее, а дни по-прежнему еще теплые. Поэтому сейчас вот я сегодня сделала это со своими кабачками. Нужно удалить всю старую листву. Вот пеньки старой листвы. И я укладываю плети, которые у меня лежали в дорожке, укладываю их аккуратно на грядки. Смотрите, новая листва растет очень здоровая, хорошая, зеленая. Сейчас вы можете удобрить еще свои кабачки и они наберут полную силу и будут еще два месяца у вас плодоносить. Посмотрите, я хотела вам показать. Каждый пасынок оканчивается кабачками, зависями. Вот они все цветут. Здесь следующий год покажу. Вот здесь вот следующий. А вот здесь кабачки у меня. Ну, в общем, вот так вот сейчас выглядит наша грядка с кабачками. Не пугайтесь, что... Вот посмотрите, вот здесь завязи. Вот здесь завязи. То есть завязи еще много и еще два месяца ваши кабачки будут спокойно плодоносить. Сейчас они выглядят немножко вот в таком беспорядочном состоянии, потому что я плети завернула и положила их снова на грядку. И таким образом мне будет удобно, потому что где-то через 2-3 недели можно будет грядку с кабачками укрыть нетканным материалом, чтобы на нее не попадала холодная роса. И таким образом вы продлите плодоношение ваших кабачков до середины октября. Спокойно можно это сделать. Если вы вовремя укроете, не дадите им заболеть. А еще я хотела показать, что кабачки образуют дополнительные корни, которые питают их впоследствии. Вот посмотрите, видите, вот идет корешок, которым он укоренился. И от этого он питается. Поэтому вот дополнительные корни. Старайтесь, когда вы заворачиваете плеть, конечно, не повредить вот эти дополнительные корешки, потому что через них идет питание к этим плетям. Дополнительные пасынки растут. Посмотрите, какие хорошенькие кабачки. И все это стимулирует дополнительный рост. Сейчас кабачки немножко нарастят листовую массу и затем начнут опять плодоносить в полную силу. Можно сейчас их удобрить различными гуматом калия, гуматом натрия или комплексным удобрением для кабачков и огурцов. И ваша грядка будет находиться в полном порядке. Вот так вот я все плети сложила. Сейчас даже можно поставить дуги спокойно и накрыть укрытым материалом. И кабачки ваши вы спасете от холодных ночных роз. И они будут у вас еще долго-долго приносить вам плоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова